Всем привет! Меня зовут Валерия Рене, я художник-анималист, работаю в смешанной технике, преимущественно с акварелью. Очень люблю природные сюжеты, люблю рисовать животных, птиц, растения. И сегодня я хочу показать вам способ, которым можно быстро и очень эффектно передать морской пейзаж, морское состояние, заполнить лист частично, не полностью, но даже с помощью того заполнения, которое мы будем использовать, мы сможем уже показать красивый морской пейзаж и определенное состояние в воде, состояние в пространстве вокруг воды. В общем, я предлагаю сразу приступать к делу. Бумага здесь у меня целлюлозная, но вообще подойдет абсолютно любая. Конечно, на хлопки всегда море писать интереснее, проще, потому что хлопок дольше держит воду и хлопок позволяет впитывать воду, соответственно, с пигментами играть интереснее. Но и на целлюлозе тоже получается, поэтому просто возьмите ту бумагу, которая есть у вас, которую вам не жалко, которую вы любите, которую вы хотите сейчас использовать. Вот прям не заморачивайтесь насчет бумаги, получится в любом случае. Кисти. У меня здесь, как вы видите, два флейца есть. Это коза, это синтетика. Важное условие, чтобы кисть могла давать тонкую линию. Если у вас флейца нет, вы можете воспользоваться просто синтетической, с острым кончиком кистью. И здесь у меня представлена еще коза. Это овальная кисть. Она не дает острых кончиков, не дает тонких линий, но ею хорошо заполнять также большие пространства. Это просто как вариант дополнительный, какая еще кисть может в данном способе, в данном случае, быть вам полезна и помочь. Вообще, чем больше кисти вы возьмете, тем лучше. И, кстати, обратите внимание, я не сказала ничего про карандаш, потому что карандашный рисунок мы с вами делать не будем. Мы сразу приступим к цвету. Так вот, чем крупнее кисть вы возьмете, тем лучше для вас, потому что это упражнение на такое раскрепощение, на свободу руки, на свободу движений и на то, чтобы как раз перестать бояться контролировать акварель, отпустить ее и пусть она течет, растекается как хочется. Единственное важное здесь условие для того, чтобы действительно работа получилось хорошо. Лучше заранее определиться с цветами, которые вы будете использовать в работе. Я буду использовать цирулю, потом добавлю к нему замес из ультрамарина и железоокисной светло-красной. Можно железоокисную заменить на кадми-оранжевый, он тоже дает красивый оттенок, но будет более сероватый. И в конце добавлю ярко-голубую, либо в тало-блю можно добавить еще гранулирующие цвета синих холодных оттенков, например, Невской палитры, синюю мглу или аквамариновую дымку, вот что-то такого плана. Итак, приступаем. Хорошенько смачиваю флейц в воде, так чтобы он полностью промок. И начинаю с цирулима. Вот прям беру цвет и по сухой бумаге, то есть я ее не смачиваю предварительно, сразу смело прям выдыхайте и начинайте наносить цвет. Чем свободнее вы будете двигать рукой, тем лучше для вас, тем красивее будет в итоге ваша работа. Потому что, конечно, акварель, она любит свободу и она очень здорово себя показывает, когда мы в размахе с ней работаем. И вот теперь я замешиваю ультрамарин с железоокисной. У меня ультрамарин французский от Рембрандта, в данном случае сейчас. Не всегда я им пользуюсь, я, в принципе, разный ультрамарин беру в работу. Но почему я сейчас делаю на этом акцент? Потому что этот ультрамарин наиболее сиреневатый и он, соответственно, дает оттенки в замесе, тем более с железоокисной, действительно более такие сиреневые. Поэтому не удивляйтесь, если у вас цвет вдруг получится не такой насыщенный, не такой теплый, не такой сиреневый, а будет более холодный голубой. И вот сейчас я специально оставляю здесь вот этот участок, не иду ниже и начинаю работать как раз наоборот холодным синим. И хочу здесь сделать такие красивые окончания, красивые линии, не доводить до конца, до края листа и остановиться в таком незаконченном варианте. По сути вот этот холодный голубой это море. То есть все это было небо, а здесь у нас появляется море. И так как я работаю большой кистью, так как это коза, соответственно, на бумаге много воды. И мне теперь нужно в этом большом количестве воды немножко выделить деталей, то есть хочется чуть-чуть прорисовать более точно, волны показать или как-то вот обозначить поверхность, гладь воды. И здесь очень важный еще момент, так как много воды наносится на бумагу, не бойтесь по насыщеннее брать цвет, поактивней. То есть не делайте излишне светлыми оттенки, потому что в большом количестве воды пигмент очень легко проседает, теряется, размывается и потом, после высыхания, работа оказывается очень светлой. Поэтому не нужно бояться в данном случае взять цвет посильнее, поярче. И теперь я покажу, как можно сделать тонкой кистью с острым кончиком некоторые детали. Вот в данном случае я сейчас еще добавлю как раз гранулирующую от Невской палитры. Но это совсем не обязательно, это уже по желанию. И вот такими горизонтальными движениями я, собственно, эту гладь воды и демонстрирую. И где-то прям выхожу за пределы моего пятна, которое я оставляла. Очень вероятно, что эти линии будут растекаться и соединяться друг с другом. Это нормально, ничего страшного в этом нет. Здесь очень важно какой момент проследить, чтобы у вас горизонтальные линии на переднем плане были сами по себе потолще и между ними расстояние было больше. И чем дальше вы поднимаетесь выше к линии горизонта, тем сами линии становятся более тонкими и расстояние между ними уменьшается. Вы таким образом создадите ощущение пространства, то есть уход на задний план. И обратите внимание, практически все время у меня движение как лодочка. Вправо-влево, вправо-влево. Я даже весь лист покрывала вот этим движением. Это очень важное движение, которое помогает нам, во-первых, работать в одном направлении и во-вторых, создавать мягкие плавные линии на поверхности бумаги, что очень характерно и свойственно как раз для моря. И если вдруг у вас сильно растекается здесь на переднем плане ваша светлая и темная волна, вы можете воспользоваться тряпочкой. Здесь такой рабочий вариант, уже очень давняя, как видите, тряпочка. И этой тряпочкой светлые участки дополнительно промокнуть. Можно это сделать только на переднем плане, либо попробовать также уйти на задний план. Промакиваем. Почему светлые участки? Потому что, соответственно, мы тряпочкой выбираем лишний тон и и нам не нужно, чтобы наша тень становилась светлее, а вот на свету дополнительно можно ввести контрасты. И опять же, если мы работаем с хлопком, очень красивые потом получаются разводы. На некоторых видах хлопка, как мы знаем, разные бумаги по-разному себя ведут. И хлопок одного производителя может давать совершенно непохожие эффекты с хлопком другого производителя. Поэтому здесь тоже нужно всегда смотреть индивидуально. Сейчас у меня уже подсохла поверхность бумаги и я хочу немножко оживить наш небольшой пейзаж. Для этого я использую ультрамарин и замешаю его с кадмием оранжевым. Вот этим оттенком, опять же, без карандаша, то есть я постараюсь это сделать из головы, нарисую птиц. Просто силуэтом, только теневую часть. Как мы знаем, рядом с морем довольно часто кружат разные птички. Самые известные всем это чайки. Но там есть на самом деле много других интересных. Когда я была в экспедиции и путешествовала по Охотскому морю, мы там встречали и топорков, и тупиков, и чистиков, и даже орланов, огромных птиц. Но они, конечно, ведут себя более благородно, скажем так. Они не шнуряют огромными стаями, скорее они сидят очень гордо на вершинах и наблюдают за всем происходящим. Но вот эти мелкие птички, они, конечно, повсеместно на поверхности воды, возле воды. И подробнее о том, как рисовать море на рассвете с красивой цветовой палитрой, с красивыми переходами, градиентами, с разными чайками и птичками, которые между собой как-то перекликаются, мы это будем разбирать. Это будет один из сюжетов на курсе «Большой морской», который я сейчас как раз готовлю. Он будет стартовать у нас в январе 2024 года, а в декабре 2023 уже совсем скоро я открою запись на места, продажи мест. И, собственно, будем собираться группой желающих и рисовать различные морские сюжеты. В том числе подобного плана, но, конечно, более сложный, более интересный в плане исполнения. То есть у нас там и даже рыба будет под водой, и различные градиенты интересные, и много-много всяких красивых птиц. В общем, этого, в принципе, на мой взгляд, сегодня достаточно для того, чтобы потренироваться, вообще делать градиенты, работать большой кистью, работать размашисто, не бояться сразу закрывать большие участки на формате, работать смело и доверять акварели. Я желаю вам успехов в исполнении этого достаточно простого, на самом деле, способа. Пусть у вас все получится. Желаю вам удачи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok